всем привет друзья я хотел бы продолжить рассказ о ботинках от компании 5 11 tactical это ботинки серии таклайт я год назад может быть чуть больше может быть чуть меньше снял первую часть и обещал выложить вторую когда отношу эти ботинки один сезон ботинки за этот сезон показали себя хорошо они не порвались здесь не образовалась дырок подошва начала отслаиваться нет все нормально они выглядят вот так конечно видны следы эксплуатации косметический дефект тоже видны в некоторых местах кожа так протерта есть такие чисто косметические дефекты тут на металлических элементах краска пообтерлась и кстати эти ботинки сейчас выглядят немного темнее чем были в первом обзоре почему они так выглядят я расскажу чуть позже в общем мои впечатления после эксплуатации нормально это хорошие ботинки они себя хорошо показали как ни странно даже эти сосисочные шнурки смешные они тоже выдержали я думал они очень быстро перетрутся об эти металлические элементы на самом деле они выдержали в некоторых местах конечно они уже скоро надорвутся вот например здесь но тем не менее как минимум на один сезон их точно хватит как видите мне хватило что касается того на какую температуру рассчитаны эти ботинки то сразу скажу эти ботинки рассчитаны примерно на теплую погоду погода с высокой температурой а вот в зной и жару сильную в них будет тяжеловато я об этом и в первой части говорил я их также проносил и осенью ранней осенью чисто в качестве эксперимента но на самом деле осенью в них уже холодно ветреную погоду из-за того что у них довольно неплохая вентиляция ноги продувает чувствуется ветер сильный так что осенью их носить явно не следует а теперь что касается ухода за этой обувью так давайте теперь немножко расскажу о том как я чистил эту обувь сразу скажу я не специалист по обуви просто обычный обыватель такой же как вы вообще наверное это может пригодиться и тем у кого даже не только такие именно ботинки а просто какие-то пустынные берцы с таким же цветом таким же материалом примеру таких же модификаций много есть и ноунейм есть и брендовые такие же берцы вообще вы можете просто прийти в обувной магазин и спросить какие-нибудь средства для чистки для но бука замшевелюра они обычно такие объединенные либо какое-нибудь универсальное средство не для чистки а имеется виду по уходу вот это вот средство по уходу чищу я обычно вот этой вот губкой точнее это даже не губка такая щеточка с резиновыми такими ощетинками более жесткими более мягкими и здесь есть вот такая вот более жесткая щетка если грязь очень сильная бывают также просто губки когда просто трешь именно для такого материала я сам не чистюля и я не люблю особо следить за обувью я обычно терплю до последнего пока там грязь уже начинает там уж слишком уж заметно так скапливаться я очень ленивый у меня мало времени и так особо значение не придаю поэтому у меня эти ботинки они выглядят возможно так косметически несколько покоцанными например вот в этой части у меня было много грязи и когда я все это очищал здесь кожа так взмахрилась это нормально если вы чистили грязь допустим более регулярно она была бы не такая махристая для меня это не критично итак что же в общем то произошло интересного вот смотрите у меня есть такое средство селтон да я решил всякие косметические дефекты которые здесь появились когда очищаешь от грязи то эта кожа так перетирается где-то сильнее где-то чуть слабее поэтому я решил думаю ну-ка попробую вот тут написано краска для обуви обновление цвета бежевая вот цвет нормальный да как нормальный бежевый для пустынных ботинков вот этот вот маркер тут есть я ими покрасил и вот смотрите что получилось это цвет гораздо темнее на самом деле если раньше эти ботинки можно было назвать цветом хаки то теперь они больше похожи на ботинки цвета койот и на самом деле помните я в предыдущей части говорил что эти ботинки на фото выглядят темнее и вот теперь они соответствуют своему фото на сайте производителя тем кто будет пытаться использовать эту краску для нубку и велюра и замши я сразу говорю что эта краска она дает более темный цвет нежели указано на этом цветовом маркере так что имейте это в виду а в целом же можно конечно было и не красить я просто решил поэкспериментировать думаю поэкспериментирую посмотрим что получится хоть бы что рассказать на самом деле то они нормально выглядели я просто еще дополнительно покрасил и сейчас эта краска более-менее так равномерно распределилась и они стали выглядеть вот так у меня в принципе это устраивает в общем и целом по этим ботинкам могу сказать что я ими доволен они нормально пошиты довольно крепко пошиты я эксплуатировал их в режиме города и совсем немножечко в лесу как видите они показали себя вполне нормально сразу хотел бы сказать что не ожидайте что это ботинки для жаркой погоды нет в них в зной в жару очень жарко и конечно же они так комфортно как может показаться исходя из их пустынного внешнего вида нет это не так но для просто теплой погоды для просто высокой температуры они вполне неплохи пошиты они качественно насчет цены уж сами думаете насколько она для вас приемлема сейчас я не знаю сколько они стоят на этом думаю обзор можно закончить всем спасибо всем пока